Оперативное совещание в администрации Одинцовского района началось с поздравлений. На днях двое руководителей отметили свой день рождения. Юбиляром стал мэр города Одинцова Александр Гусев. День рождения отметил начальник районного управления образования Леонид Егоров. Далее оперативное совещание пошло по намеченному плану. С докладом выступил исполняющий обязанности начальника Одинцовского УВД Александр Шиманский. Итоги работы были представлены статистически. По его словам, минувший год был полон общественно-политических событий. Сотрудники милиции старались сохранить стабильную ситуацию в районе с позиции общественной безопасности. За 2010 год вырос уровень раскрываемости преступлений составил 67,8%, при том, что средний по области показатель не выше 52. Сотрудники правоохранительных служб Одинцовского района ведут активную работу по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разбоями, грабежами и кражами. В 2010 году также были раскрыты 55 должностных преступлений. На вопрос из зала о реорганизации милиции в полицию Александр Шиманский ответил, что в рядах Одинцовского УВД наблюдается сокращение штата. К марту число сотрудников сократится на 20%, а переименование милиционеров в полицейских не повлияет на их основные обязанности. Основные задачи милиции и полиции, они остались в первую очередь. В первую очередь, это обеспечение общественного порядка и доверие к гражданам. Мы, люди и слуги закона. Будет закон, будем работать в соответствии с законом. Работе Одинцовского управления ЗАГС в 2010 году доложила Надежда Гусева. Уже третий год в районном управлении не хватает сотрудников. Это, по словам начальника, связано с тем, что набор специалистов производится на конкурсной основе. В 2010 году работниками ЗАГСа были осуществлены 11 015 записей актов гражданского состояния. По объему, проведенной за год работы, Одинцовское управление ЗАГС входит в тройку крупнейших в Московской области. Больше всего в 2010 году было зарегистрировано рождений – 3315. Но количество родившихся в районе детей, по словам Надежды Иосифовны, превышает фиксируемый показатель. Когда приходят на регистрацию родители, дети, у которых родились в Москве, наши сотрудники разъясняют, и вы прекрасно понимаете разность между субъектом и федерацией, о том, что родители имели право зарегистрировать ребенка в Московском ЗАГСе. Те, кто прислушивается, они некоторые и регистрируют. Как правило, это Кутузовский ЗАГС, потому что он ближе всех к нам. Поэтому, на самом деле, детишек, новорожденных в нашем городе и в нашем районе больше, чем я назвала цифрам. По словам Надежды Гусевой, в 2010 году уменьшилось количество зарегистрированных браков и разводов. В семьях Одинцовцев стало больше вторых и третьих детей. Вместе с тем, 160 детей были рождены матерями-одиночками. А 353 папы признали себя отцом ребенка, рожденного вне брака. Последнюю оперативную информацию об эпидемиологической ситуации в районе представила Лариса Сизякова, начальник районного управления здравоохранения. Специалист отметила, что в 13 школах района и 4 детских садах перейден порог заболеваемости учащихся в 30%. По словам Ларисы Сизяковой, уже готовится проект постановления главы района о введении в образовательных учреждениях карантина. Мария Подъепольская, Дмитрий Цебулевский, телекомпания Одинцова.